Финес Гейдж Финес Гейдж До травмы его описывали как человека умного, трудолюбивого и с железной волей. Теперь он стал импульсивным, грубым и бестактным. Именно благодаря врачу, который заметил эти изменения, дело Финеса Гейджа вошло в историю. На месте происшествия первую помощь Гейджу оказал доктор Джон Мартин Харлоу, местный врач в Вермонте. Но позже, что необычно, он продолжил изучать его даже после того, как Гейдж физически восстановился. Он записал, что повреждение передней части мозга, по всей видимости, вызвало изменение личности. Впервые он предположил, что разум и личность могли измениться без других видимых повреждений мозга. В то время это было настолько сомнительным, что прошло еще 10 лет, прежде чем теория доктора Харлоу была принята. По мере изучения головного мозга была выдвинута идея локализации функций в мозгу. Мозг был не просто однородной массой, но состоял из различных частей, отвечающих за разные действия. Наблюдения доктора Харлоу могут теперь рассматриваться как первое доказательство этой теории. Они показали, что передняя часть мозга имеет важное значение для развития личности. Трагический случай Финнесса Гейджа навсегда изменил наше понимание связи между разумом и мозгом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова